Добро пожаловать в вечерний зефир. Сегодня мы посвятим его тем, кто хочет развить собственный интеллект и научиться очень быстро читать. У нас сегодня в студии Марина Скрябина, руководитель школы скорочтения и развития интеллекта. Добрый вечер. Здравствуйте, Анна. Вообще, когда люди начали задаваться вопросом о том, как научиться быстро читать? Мне кажется, это актуально было для всех всю жизнь, потому что очень много профессий связано с большой обработкой информации. Очень много детей, подростков, которые получают знания в школе, в институте. Соответственно, так как мы с ней сталкиваемся, скорочтение, оно помогает освоить это все быстрее. Школа скорочтения во Владимире. Что из себя представляет и только ли про скорочтение идет речь? На самом деле, школа скорочтения – это не совсем обычная школа. Все наши занятия построены именно в тренинговом формате, где мы с детьми и со взрослыми выполняем именно на занятиях комплекс тренинговых упражнений, которые помогают в дальнейшем повышать обучаемость в целом. То есть это и является нашей целью, нашей школы – повысить именно обучаемость в целом школьников, студентов и также взрослых. Начальные психические функции, такие как память, мышление, внимание, они как раз-таки и развиваются при нашем комплексе, при выполнении этих тренинговых упражнений. Приведу пример. Например, наш интеллект, его можно сравнить с домом. И эти начальные психические функции, такие как память, мышление, внимание, они являются фундаментом этого дома. Уже стенами, каркасом этого дома являются непосредственно знания. Например, по математике, физике или по истории. А уже крышей являются практические какие-то навыки. То есть, например, как решить какую-то конкретную задачу по алгебре. И если у дома фундамент не настроен или сломан, то, соответственно, уже и стены, и крышу не получится возвести. То же самое и с нашим интеллектом. То есть если начальные психические функции памяти, концентрации внимания, мышления не настроены, то уже и знания мы на них крепкие построить не можем. То есть нужно начинать с самых азов, что как раз-таки важно и для школьников. Почему всё-таки мы делаем больше акцент на детях? Чтобы с самого начала научить их учиться правильно. IQ проверяете? Проверяем на определённом тренинге именно по логике. Там как раз-таки именно тест IQ является замером показателей эффективности. А как проверяете вот тот самый как раз базовый фундамент, на чём держится этот дом? Какие тоже системы есть? Как вы являете? Ну, есть определённые замеры. Естественно, по скорочтению это скорость чтения и обязательно понимание прочитанного текста. То есть нет такой цели научиться читать быстро и ничего не понимать. То есть обязательно всегда считаем именно понятый текст. В курсе по памяти, соответственно, здесь уже у нас идут другие направления, такие как зрительная, слуховая, пересказ. В логике это тест IQ. По математике есть разные ступени. Там, естественно, смотрим, насколько ребёнок количественно решает примеров и скорость решения. И в письме также. То есть это либо красивое письмо, тут уже явно можно посмотреть, что было, что стало. И также есть ещё скорописание, где мы замеряем скорость письма у ребят. А сегодня для школы, для того, чтобы быть успешным в обучении, в учёбе, какие навыки просто ведущие? Ну, вообще скорочтение – это такой основной, скажем, навык, да, потому что чтение всегда было такой основы основ. То есть даже если не на литературе, даже взять ту же самую математику, если ребёнку условно дали несколько задач каких-то, да, на контрольной, пять, например, задач, он пока одну прочитает, пока поймёт, пока он её решит. Если он быстро не прочитает и не поймёт, что от него требуется, он успеет, например, решить три задачки. Да, если, соответственно, он владеет какими-то техниками быстрой обработки информации, чтения, понимания, тогда он сможет сделать всё. Вот, поэтому чтение, оно именно такой, скажем, главный навык абсолютно во всех предметах. А вы, уважаемые телезрители, замечали, что ваш ребёнок вроде бы читает, вроде бы весь объём работы выполняет, но ничего не запоминает. Об этом сразу после ролика. Ваш ребёнок медленно читает, а то, что читает, практически не запоминает. От этого страдает успеваемость в школе. Ребёнок много времени тратит на уроки. Эти проблемы можно легко решить. Школа скорочтения и развития интеллекта у детей по методике Шамиля Ахмадулина поможет вам в этом. Всего за 10 занятий ваш ребёнок гарантированно научится читать минимум в два раза быстрее и сможет с лёгкостью пересказать прочитанный материал. Мы настолько уверены в эффективности нашей методики, что вернём вам деньги в случае, если у ребёнка не будет результата. Благодаря нашей авторской методике ваш ребёнок станет быстрее делать уроки, и его успеваемость в школе вырастет. Оставьте заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас. С нами ваш ребёнок гарантированно научится читать быстрее уже через две недели. Да, я думаю, что вот с этой проблемой часто родители обращаются к вам. Что говорят эксперты? По памяти, да, непосредственно. Очень много на самом деле родителей, которые приходят сейчас с такой проблемой, что читают, не понимают. Влетает и вылетает. Вылетает, да. Здесь, опять же, вернёмся к вот этим начальным психическим функциям, то есть нужно именно всё-таки их тренировать. Потому что скорочтение как раз-таки тоже помогает именно понять текст. Всё-таки это не просто быстрое чтение. Очень многие слышали это слово, да, скорочтение, думают, что это просто быстрое чтение. А беглое чтение не торжественно? Нет, здесь мы касаемся скорочтения именно про себя. Да. То есть это навык быстрой обработки информации как раз-таки без потери понимания прочитанного текста. То есть те, у кого влетает и вылетает, они не понимают, что они читают? Да. Здесь получается просто какой-то из мелких поднавыков, которые как раз-таки складываются в один навык скорочтения, он просто плохо натренирован. То есть из чего складывается навык скорочтения? То есть мы обязательно тренируем поле зрения, чтобы ребёнок или любой человек, да, видел строку, слова или целую страницу шире. Это также мы убираем артикуляцию, потому что когда мы читаем про себя, ну, в этот момент шевелим губами или проговариваем, соответственно, наш мозг думает, что мы читаем вслух, и мы сами себя замедляем. То есть мы также можем в этот момент не понимать, да, некоторых прочитанных вещей. Также это как раз-таки память нужно обязательно тренировать. И ещё обязательно межполушарные связи. То есть это синхронизация полушарий головного мозга, определённые упражнения, которые дают как раз-таки большую эффективность именно в привитии какого-либо навыка или в получении знаний. А какие результаты и как быстро они достигаются? Когда родители, собственно, увидят, что ребёнок уже, вот, да, он может пересказать, он может быстро прочитать, и он понимает о том, что прочитывает. Здесь у каждого, конечно же, индивидуально, но вообще самым минимальным именно количеством занятий – это является 10. 10-12. То есть именно после такого количества занятий часовых, с условием того, что ребёнок тренируется хотя бы по 15 минут ещё дома ежедневно, то можно уже увидеть прям крутые результаты, то есть минимум в 2, а то и в 3, и в 5, и в 10 раз были, да, такие результаты у ребят. То есть дети начинают именно читать быстрее именно с учётом понимания. То есть, например, если ребёнок прочитал 100 слов по началу, да, когда к нам пришёл, он ответил только на половину вопросов, то мы ставим начальный именно результат 50, то есть именно понятый текст. Ну и, соответственно, то же самое считаем по окончанию и сравниваем, что было, что стало. Интересно, что же там происходит внутри, когда у человека, да, вот этот навык вырабатывает из скорочтения? Ой, здесь очень много задействовано на самом деле процессов, да, вот этих вот поднавыков, про которые я уже сказала. И если каждый из них хорошенечко именно потренировать, то всё это и сложится, да, в один вот хороший навык скорочтения. Также хочу сделать именно акцент на том, что ребёнок может не понимать прочитанный текст именно тогда, когда он торопится, но читает ещё по слогам. Здесь очень важный такой момент, что скорочтению про себя овладеть может только тот человек, тот ребёнок, который читает уже полным словом. Ну, например, да, вот как работает наш мозг. Например, прочитываем слово «мальчики», мозг делает сигнал «раз, два, три». Потом ребёнку надо остановиться, повторить слово целиком про себя, и только после этого образ каких-то мальчиков, да, у всех разных в голове он уже появляется. Если же ребёнок прочитывает сразу «мальчики», то и образ сразу появляется. Соответственно, когда дети в школе на технике чтения торопятся слоговые, либо за своими сверстниками торопятся и читают по слогам, но быстро-быстро-быстро, соответственно, эти образы, они просто не успевают складываться, и ребёнок ничего не понимает, что он прочитывает. То есть для таких детей нужно сначала работать над качеством чтения, то есть именно тренинги, которые самые основные, ребята же к нам приходят, сначала учат буквы, потом учатся читать, потом работают с качеством, потом с переходом как раз-таки от слогового к целому слову, и только потом уже можно работать над скоростью. Либо вслух мы можем тренировать, как вот в школе, да, как раз-таки проверяют технику, либо уже более взрослый навык скорочтения про себя. Память, да, тоже важный компонент, мы же чуть выше о нём сказали, а вот какие методики помогают развить её? Память – это, в принципе, такой процесс, который зависит от того, насколько человек может себе что-то представлять, воображать, фантазировать, да, то есть именно мыслить образно. Поэтому сейчас такой проблемой, скажем так, у подростков особенно, да, является то, что им и так всё показывают в компьютерах, в телефонах, и мозг, соответственно, расслабляется, и вот эти функции воображения, внимания, они такие притуплены. А как же пересказы и вот эти длинные стихотворения по школьной программе, которыми мучают всех, они тогда пык-мык, а потом они так раз и забыли? Вот вообще здесь они тренируются, эти навыки? В обучении стихотворений – да, но мы же можем всё равно понять, что когда мы читаем, например, книгу, у нас образы возникают в голове, мы представляем себе что-то, фантазируем. Когда же мы смотрим кино или какие-то ролики, то наш мозг расслаблен, соответственно, не работает, да, то есть нам и так всё показывают. То есть нужно сначала расшевелить у человека именно воображение, фантазию, и только потом лишь давать различные мнемотехники. Есть очень много мнемотехник, это именно техники быстрого и эффективного запоминания. То есть как быстро запомнить слова, числа, географические какие-то названия, стихотворения, иностранные слова, страны-столицы. Есть много-много других. Игры такие продаются, да, просто в магазинах, да, это же тоже одна из методик. Конечно, то есть есть очень много настольных игр, которые помогают какие-то конкретные вот тоже развить именно функции памяти. Также как быстро, например, пересказать параграф. Тоже есть определённая техника, что ребёнок не будет сидеть, например, час и зубрить, и по 10 раз перечитывать, да, то есть как раньше, да, и сейчас тоже в школе бывает, что зазубрил, сдал, забыл. Это же тоже неверно. Если уже запоминать, то надо запоминать надолго. Соответственно, наш мозг, он вот эти техники, мнемотехники, воспринимает именно таким образом, что если сейчас запомнить с помощью, да, конкретной техники, то пускай даже там 5-10 лет пройдёт у человека, если потребность возникнет что-то вспомнить, то нужная ячеечка в мозге откроется, если он правильно, да, в своё время это запомнил, и он с лёгкостью сможет воспроизвести эту информацию. И уже не час будет учить, например, какой-то параграф, да, если пользоваться этой техникой, а буквально за 15-20 минут сможет прочитать и пересказать. Хорошо. Если ты уже взрослый, и притом так уже давно взрослый, да, каковы шансы освоить вот эти методики по скорочтению и развитию памяти? Запросто, конечно, у взрослых, у них более, скажем, такой мозг уже, как сказать, закостенелый. Да, вот, то есть у детей он более пластичен, поэтому со взрослыми мы обычно просто на тренинге скорочтения и развития памяти мы объединяем, не только скорочтение, но и память как раз-таки даём, потому что взрослым это важно, если особенно в силу профессии, да, приходит человек освоить этот навык, то мы начинаем именно со сложного и переходим к более простым, да, техникам. То есть если с детьми мы начинаем с лёгкого и усложняем, то здесь нужно сделать прям такой сразу напор в самом начале у взрослого человека, расшевелить опять же этот мозг, чтобы потом уже на лёгком тренироваться. И также 12 занятий будет достаточно. А какие направления в школе уже себя зарекомендовали за время существования и какие собираетесь открывать в новом учебном году? Обычно с сентября у нас идут три главных комплекса, это именно для детей. Первый комплекс для дошколят, подготовка к школе. Второй комплекс это лучший в классе для детей уже от 7 лет и примерно до 11-12. Здесь именно три навыка главных тренируем, то есть в этом комплексе там чтение, математика и письмо. И уже для более старших детей, которые от 10-11 лет проходят, ребята, это сам себе репетитор. Это комплекс как раз-таки, где мы развиваем скорочтение, все методики как раз-таки по памяти. И также ещё включено там скорочтение 2.0, где мы берём учебники с устными как раз-таки параграфами и прорабатываем структуры учебников, чтобы у ребёнка было как раз-таки вот не только зазубрил, дал, забыл, а чтобы он понимал именно структуру, как связать то, что они проходят в начале года, с тем, что они уже в середине или в конце года проходят. То есть чтобы ребёнок в идеале знал предмет. И новые направления сейчас как раз-таки появляются у нас для малышей. Как раз-таки от 3-х лет начали принимать сейчас детей на курс размышляйки. Здесь больше, конечно, связано с творчеством, с моторикой, с интеллектом. Поэтому всех малышей также уже ждём на собеседование бесплатное. Для младших школьников вводим финансовую грамотность. Это тоже очень важно сейчас в современном мире. Её осваивать очень нужно и важно, чтобы в принципе в будущем быть успешным человеком. И для подростков от 12 лет также сейчас делаем курс как онлайн, так и оффлайн. И называться он будет «Бизнес для школьника». Где мы с ребятами помимо финансовой грамотности будем смотреть, как монетизировать своё хобби, как ставить цели, как именно писать бизнес-планы и развивать какие-то свои проекты и уже зарабатывать первые карманные деньги. Интересно, да. А вот сегодня больше всего группа какая самая большая, пользуется популярностью программы какая? Ну вот эти три комплекса, которые я назвала, то есть с сентября по мая – это подготовка к школе, лучший в классе и сам себе репетитор. Они примерно одинаковы, то есть просто в зависимости от возраста детки на них поступают. Сейчас уже летние интенсивы наши заканчиваются, то есть если летом потребность больше у людей что-то быстро пройти, то есть только чтение или только математику, или только письмо в формате чуть ли не ежедневного посещения, за две недели проходят как раз-таки именно короткие наши тренинги. То есть здесь люди, которые идут с сентября, они нацелены именно на качественное такое обучение и на поддержание, потому что в течение учебного года, когда ребёнок ходит в школу, всё равно ему нужно повышать свой уровень. И, соответственно, они на наших комплексах, проходя все техники, прививая навыки, переходят со ступеньки на ступеньку, тоже с педагогом повышая свой уровень в течение всего года. Давайте по содержанию самих занятий, чтобы не сложилось впечатление у зрителей, что, знаете, это очень скучно развивать интеллект, что это пытка, такая же, как пересказать в школе текст. Да, расскажите о том, в какой атмосфере проходят занятия и, собственно, почему стоит попробовать и не бояться этого. Конечно, у нас дети ходят с удовольствием, потому что, во-первых, это всё в игровой форме. Стараемся от позиции обычной школы уходить, то есть даже, например, они учителей у нас называют по имени, но на вы, без отчества. И дети именно не замечают, как пролетает у них урок, потому что вот эти тренинговые упражнения, о которых мы говорили ранее, они в динамичной форме, то есть одно, второе, третье. И настолько, скажем так, динамика высокая, что как раз-таки это является, во-первых, и эффективным, а во-вторых, это является неким даже релаксом для мозга, потому что смена деятельности с точки зрения нейропсихологии, она для мозга является, не перетруждает мозг, а наоборот, именно его расслабляет. Поэтому, играя, расслабляясь, дети получают как раз-таки вот эти навыки на всю жизнь. Нужно ли потом их дальше отрабатывать? Вы говорили про 10 условных занятий или какой-то курс, а дальше, может быть, опять мозг расслабится, как это мы сейчас уже наблюдаем, и придётся обратно откатывать и вспоминать об этих тренингах. Здесь именно для школьников это практически невозможно, потому что навык, он есть навык. Если человек его получил, понятно, что он должен им пользоваться. Но если мы получили навык скорочтения, школьникам невозможно им не пользоваться, потому что они читают постоянно. Если они, опять же, перестанут читать в принципе, то тогда, конечно, и не будут читать, да, там полгода, то может он немножечко притупиться. Но это так же, как кататься на коньках. Например, мы научились когда-то один раз в жизни, потом какое-то время не катались, вроде бы страшно опять вставать, да, но если мы встанем на лёд, всё равно пройдёт короткое какое-то время, да, промежуток времени, и мы поедем. То есть то же самое и с любым навыком. То есть если, например, мы не читаем, но вдруг взяли опять книжку в руки, то быстро-быстро этот навык, он вернётся. Ваши самые одарённые воспитанники, сколько они читают книг условно? В год? В месяц? Проводили такие исследования? По количеству книг, конечно, сказать не могу. Могу сказать именно по замерам, которые были у нас в школе. То есть есть дети, очень это, конечно, одарённые дети, которые читали и до тысячи слов в минуту. Это именно про себя. Мы не говорим про чтение вслух. То есть именно про себя. Именно с учётом понимания. Со стопроцентным пониманием. А так, конечно, в среднем, то есть если ребёнок приходит к нам, стандартный школьник, например, читает 60-70 слов в минуту, если брать, например, второй класс, то в два раза как минимум мы даём гарантию. А то и больше. Они по-честному проверяют свой навык чтения про себя. Вообще, в принципе, доказано, что если брать всё население Земли, не только детей, но и взрослых, где-то 1-2% людей, которые читают 500 плюс слов в минуту. Поэтому если вы читаете уже 500 плюс, то вы попадаете в этот 1-2% населения Земли. А так пока, друзья, мы попадаем все в школу скорочтения. Потому что если действительно такая статистика, то это, пожалуй, такой навык скорочтения. Просто каждому необходим. У нас сегодня в студии была руководитель школы скорочтения и развития интеллекта Марина Скрябина. Спасибо огромное. Очень интересный получился сегодня разговор. Самое главное, и теперь даже вот мне очень интересно освоить эту методику. Не просто заинтересовали, но и вот давно уже хотелось, но почему-то какие-то были сомнения, что уже во взрослом возрасте это сложно, это тяжело, просто неподъёмно, но оказывается, видите, всё иначе. Спасибо вам. И вам большое спасибо.